Добрый день, дорогие друзья! Спасибо большое, что вы все пришли. Спасибо электротеатру за то, что мы имеем возможность встретиться здесь, в этой замечательной электрозоне. Правильно я говорю? Спасибо большое Дмитрию Курлянскому, что он включился в наш проект. И меня зовут Наталья Сурнина. Я счастлива была в один день обнаружить себя сокуратором лаборатории молодых композиторов и драматургов «Кооперация». В общем, несложно догадаться из нашего логотипа, что слово «опер» здесь было ключевое. И в настоящий момент в нашей лаборатории идет первый образовательный этап, который мы назвали «Концепт». И в рамках этого этапа, среди прочего, мы решили поговорить о том, нужна ли режиссеру современная опера, потому что цель нашего проекта — это именно создание современных опер. С одной стороны, это лаборатория композиторов и драматургов, но не режиссеров. И мы сейчас будем говорить, нужна ли режиссеру эта опера, но мы нарочно хотели посмотреть немножко на это с другого ракурса, о том, как люди потом приходят и взаимодействуют с режиссерами. Но, к счастью, и режиссерское «Братья» нас поддержало. Сегодня у нас с утра была встреча с замечательным режиссером Семеном Александровским, которым принимает участие в нашей сегодняшней встрече. И в числе публики, я надеюсь, говорящей публике, тоже есть сегодня режиссеры, и Сергей Морозов тоже в числе спикеров. Прежде чем мы начнем, позвольте, я представлю тех, кого я... Представлю всех еще раз подряд. Режиссер Сергей Морозов. Музыкальный руководитель электротеатра Станиславский Дмитрий Курлянский. Режиссер Семен Александровский. Композитор, продюсер, художественный руководитель опера «Лаб Берлин» Эвер Гарднер. И певец, продюсер и художный руководитель ЗАНГ-студио «Харлем» Нидерланды Мишель Пойлс. И сейчас я хотела бы передать микрофон Екатерине Василевой, куратору проекта «Кооперации», чтобы она сказала несколько слов о том, кто мы есть такие. Добрый день. Очень рада увидеть сегодня всех вас. И более того, очень рада увидеть молодых режиссеров, потому что для нас было действительно очень важным поговорить на эту тему с вами. В общем-то, проект «Кооперация», проект, который объединяет композиторов и драматургов. И, наверное, отвечая на вопрос для себя, нужна ли режиссеру современная опера, конечно, однозначно нужна. И это наша позиция. И я считаю, что в формате как раз современной оперы для молодых режиссеров современная опера открывает какие-то новые рамки, новые границы для нахождения собственного языка и нахождения себя в опере. И второй фактор, когда молодой режиссер начинает свой путь, не всегда... Ну, наше искусство, оно достаточно консервативное, и не всегда молодого режиссера подпустят к Евгению Онегину на первом этапе его творческого пути. И, наверное, вот как раз современная опера — это такое поле для эксперимента и абсолютно безопасная территория, потому что здесь есть возможность неожиданных форм, неожиданных решений, неожиданной экспериментальной работы с солистами. Я думаю, что это очень важно. И в данный момент... Ну, кроме того, вся наша команда — это молодые композиторы, молодые драматурги, которые тоже полны идей. Вчера мы прошли такой интересный этап генерации идей, когда мы все высказывали свои мысли по поводу дальнейших опер, сюжетов, форм каких-то новых направлений, на тему, чего можно было бы подумать, поработать. И, ну, конечно, это всегда непредсказуемо, что нас ждет в финальной точке, но на данном этапе наш поезд едет очень уверенно, и я думаю, что к финалу мы приедем с каким-то интересным результатом. Ну, наверное, я бы хотела передать слово музыкальному руководителю электротеатра, потому что... Дмитрию Курлянскому, потому что как раз, наверное, это тот самый театр, в котором современная опера нужна режиссеру. И не случайно мы сейчас собрались вот на этой территории. И вот было бы интересно услышать ваше мнение. Спасибо большое. Я напомню, что по совместительству с музыкальным руководством электротеатра я все-таки являюсь еще композитором. Надеюсь, какое-то время, значит, задержать за собой это звание. Очень приятно, что электротеатр, насколько я понимаю, в какой-то степени послужил одним из импульсов к размышлениям режиссеров и либретистов, так скажем, драматургов, к образованию новых лабораторий, новых каких-то точек соприкосновения на территории новой оперы. Я со своей стороны чуть-чуть откомментирую прозвучавшая, сказанная передо мной. Нужна ли современная опера режиссеру? Давайте все-таки согласимся, что каждый режиссер пусть решает сам, нужна ему современная опера или нет. Потому что я уверен, что кому-то она не нужна. И такого обязательства я бы не ставил ни в коем случае ни перед кем. Иначе мы будем иметь дело с проблемными спектаклями, так скажем. В свое время один из моих... У меня есть некоторый опыт работы в оперном жанре. И один из этих опытов – это сотрудничество с известным греческим режиссером Теодорусом Терзополусом, с которым мы делали в 2014, если я не ошибаюсь, году, делали оперу «Носферату» на Дягилевском фестивале в Перми. И он... Это опера «Либретто», который написал Дмитрий Схеламас, мой очень хороший друг и человек, с которым мы уже много совместно проектов оперных и не просто оперных, не только оперных, инициировали. Так вот, Терзополус... Кстати, для него это был дебют в опере, что интересно. Он сказал... Вот такую обозначил цепочку дарвиновскую, эволюционную. «Либретист пишет текст. Приходит композитор и убивает этот текст, прорастая в нем, замещая его собой. Приходит режиссер, убивает композитора, прорастая сквозь, соответственно, композиторскую работу уже, и вымещая ее собой, замещая собой. Потом приходит художник и убивает всех, и остается стоять на сцене. В нашей опере художником был Янис Кунелис. Так вот, я должен сказать, что я не согласен, и базируюсь на собственном опыте работы с разными, на самом деле, режиссерами. У меня был опыт коллаборации с молодым режиссером Капитолиной Цветковой-Плотниковой, которая в 13-м, если я не ошибаюсь, году ставила мою камерную оперу «Астероид-62». У меня был опыт с немецким режиссером Барбара Байер, которая ставила эту же оперу в Австрии, вот «Терзополус», и уже две, получается, уже две оперы мы делаем с Борисом Юханановым. Вот основываясь на этом опыте скромном, я должен сказать, что я не вижу разделения, конечно, это касается только меня, только моего личного отношения, вот к оперной ситуации, к созданию оперы. Я не вижу разделения на функционально режиссер, композитор, либретист и даже художник на начальном этапе создания оперы. Мне кажется, что это коллективное творение. Мне кажется, что оперу создает некий коллективный автор, соответственно, с множеством глаз, ушей, такой некий Франкенштейн, да, уши композиторские, глаза художника, мозг режиссера и что-то там, я не знаю, что-то от либретиста тоже. Хотя с либретто, понятно, начинается опера, потому что опера начинается со слова. Слово – это уже музыка. Соответственно, задача композитора – распознать, услышать в слове, услышать в тексте музыку. Задача режиссера – увидеть в тексте, в его структурации, в его течении, увидеть постановку и так далее, и так далее. Но вот этот процесс распознавания оперы в тексте – этот процесс, на мой взгляд, коллективный. И вот тандем этот разрывать довольно опасно. Иначе мы сталкиваемся действительно с этой эволюционной цепочкой, где каждый следующий наступает на пятки или на носки предыдущего. Что касается либретто, есть несколько, так скажем, известных типов взаимоотношения композитора с либретистами. Первое – когда композитор, собственно, берет уже имеющуюся либретто и в свободном режиме обращается с ним. Второй тип – когда достаточно редкий, но сегодня распространенный относительно, когда композитор сам является либретистом. То есть либо он работает с найденными текстами, либо он, собственно, сам пишет текст. И мало того, сейчас и вот в нашем театре, я думаю, что это один из немногих, а может быть и первый пример, когда композитор сам является еще и режиссером. В частности, вот Володя Раннев уже имел, собственно, опыт постановки своей оперы «Два акта» в Питере. И в следующем сезоне в нашем театре Раннев ставит сам собственную оперу «Проза» на текст Мамлеева. Вот эти, значит, и еще один способ взаимодействия либретиста и композитора, который ближе всего мне, это непосредственное создание, совместное создание либретто. На примере… Я чуть-чуть поговорю про либретистов, потому что с режиссурой… Потом вырулю на режиссуру каким-то образом. Дело в том, что, как я сказал, либретто для меня, по крайней мере, это уже музыка, это уже форма, это уже ритм, это уже динамика, это уже в какой-то степени материал, потому что слово произнесенное есть звук, а композитор уже работает вот с этим вот на территории звука или на территории до звука, то есть ожидание слова – это тоже композиторская территория. Но все это заложено в слове. Поэтому, на мой взгляд, опера для меня, во всяком случае, начинается взаимодействие либретто, начинается взаимодействие либреттиста и композитора. В частности, я могу пример привести из собственного опыта в Носферату, когда мы работали с Дмитрием Еломасом. Он мне присылал тексты, и я иногда просил его изменять количество слогов, количество слов в тексте, потому что какие-то структурные… Причем те структуры, которые я получал из его текста, мы с ним вместе проговаривали, обнаруживали их, и уже обнаружив эти структуры, под эти структуры начинали переделывать текст. И когда я получил финальный результат, уже готовый текст, собственно, моя задача композиторская заключалась уже в реализации тех потенциалов, которые изначально заложены в этом тексте. И на столкновении уже нашего дуэта, совместного тела с либреттистом, с режиссером, именно в связи с тем, что… Я сейчас не жалуюсь ни в коем случае, я просто говорю об одном из типов взаимодействия режиссеров и композиторов. Режиссер пришел на следующем этапе, то есть не на этапе создания либретта. И здесь мы столкнулись с той ситуацией, что у режиссера другое слышание ритма текста, другое видение образа, который генерирует этот текст. И нам пришлось заново, уже в коллаборации с режиссером, во взаимодействии с ним, каким-то образом подстраиваться под его видение. То есть я понимаю, что будь мы мертвым композитором и мертвым либреттистом, собственно, чаще всего режиссеры имеют дело с неживыми людьми. И, значит, будь мы мертвыми либреттистом и композитором, собственно, у него была бы полная свобода, и я не знаю, узнал бы я собственную оперу, узнал бы Митя Еломас, собственный текст в его интерпретации. Но нам удалось подстроиться, я считаю, и результат, который мы получили, это, тем не менее, коллаборация полноценная. Кстати, вот у нас в этом тандеме на Сферату был дуэт либреттист-композитор, мы работали вместе, и был дуэт режиссер-художник, потому что они много лет работали вместе, они знают друг друга и мыслят в одном направлении Терзополос и Кунелис. Вот только вот на точке соприкосновения возникли некоторые притирки, которые изменили и мое представление изначально, и как-то заставили Терзополоса идти на какие-то компромиссы. Вот в случае моей работы с Юханановым, особенно это касается нашей последней работы, «Октавия Трепанация», премьера которой состоится, это большая опера, премьера которой состоится 15-16 июня, вот через две с половиной недели в Амстердаме на Голландском фестивале. Вот эту оперу мы делали вчетвером. Я режиссер, художник, а единственное, что у нас отсюда... Нет, все-таки кто-то мертвый должен быть. Либреттист, да, мы взяли... Дело в том, что там текст Сенеки и Троцкого, соответственно, но компилировали текст, сочиняли либретто, собственно, из вот этих данных, источников двух, мы втроем с художником и с режиссером и с композитором. То есть мы втроем работали над либретто, исходя из каких-то, мы называем это креативные сессии, когда мы собираемся, и это длилось две недели, очень активной работы, в ходе которой, собственно, мы уже увидели оперу. И увидев оперу, в этой точке я начал писать музыку. Увидев оперу, в этой точке художник начал создавать декорации. Каждый раз, получая эскизы декораций, какие-то мои идеи музыкальные, мы опять собирались и совместно с Юханановым обсуждали возможности, которые диктуют каждый этап создания. Для меня это был самый оптимальный способ взаимодействия. Но тут, если говорить про нужна ли опера режиссеру, я повторяю, что это очень индивидуальный вопрос. Соответственно, сколько режиссеров, столько ответов. Юхананов, да, безусловно, это человек, которому нужна исключительно новая опера и который, наверное, повторит все сказанные мной слова, потому что вот этот момент лаборатории, креативный момент создания, рождения оперы, и не только, и в спектаклях его также происходит, это всегда момент такого единения творческого всех авторов, чтобы никто потом не начал на себя напяливать чей-то чужой пиджак и перекраивать его под себя. Наверное, я для затравки ограничусь этим. Вот касательно этой мысли, когда все работают в неких лабораторных условиях взаимодействия друг с другом, мы, собственно, с этой мыслью и начали фактически наш первый день. Юлия Бедорова, когда нам рассказывала об опере послевоенной, опере второй половины XX века, она как раз говорила о том методе, который, в частности, все время использует в эксе Бернарфа Круль, и тот метод, который она и ранее вчера сравнивали с таким слоистым пирогом, когда происходит некое расслоение, то есть каждый взаимопроникает друг в друга. И здесь встал вопрос о том, что если режиссер работает сразу в этой команде и является неотъемлемой частью этого целого, то каким образом дальше спектакль живет в других, условно говоря, реинкарнациях? Вот допускает ли он некое другое режиссерское прочтение? Да, безусловно. У нас уже сейчас, я не знаю, секрет это или не секрет, у нас есть, ну я так полностью не буду раскрывать, у нас есть планы на постановку Октавии Трепанации в другом театре, так сказать, после Амстердама, и там, исходя из, значит, специфики зала, вот этого другого зала, нам приходится переделывать, передумывать сценографию. Но этот процесс, опять-таки, он совместный, потому что мы садимся втроем, вчетвером даже художник по костюмам тоже с нами, и, исходя из новой специфики зала, это обязательно скажется и на, в какой-то степени и на звучании, изменение объемов сценических декораций обязательно скажется на объемах, ну, на мой взгляд, это должно коррелировать на объемах звука и так далее, и так далее. То есть каждая новая стадия, она подразумевает какую-то адаптативную работу. Но это, опять-таки, тандем сохраняется, мы вместе с ним. Если режиссер другой приходит, что в опере возможно, потому что к этой опере может обратиться любой режиссер, а вот здесь что произойдет, это уже другой вопрос. Вот здесь меня попросили не прятаться. Еще один вопрос, который возникает, и, собственно, он возник с инструментальной музыкой, с появлением какой-то альтернативной нотной записи, когда композитор порой к партитуре выпускает еще целый том комментариев, как это нужно исполнять. И вот мне представляется, что здесь складывается тоже некая подобная ситуация, когда рожденный в неком слитом тандеме произведения, предположим, ваше отсутствие по тем или иным причинам, с этим сочинением работать начинает другой режиссер. Необходим ли ему этот том каких-то комментариев, которые связаны с тем, как это сочинение рождалось? Опять-таки, это личное дело режиссера, насколько он ответственный относится к оригиналу, к источнику, работает ли он с источником, пытается он его как-то возродить или в диалоге с ним выступать? Здесь нет, конечно, однозначного ответа. Каждый новый режиссер уже… То есть режиссер, приходящий извне, на территорию какого-то целостного произведения искусства, потому что здесь речь, по сути, я говорю о Гезамском стверке, каждый новый режиссер начинает каким-то образом взаимодействовать уже с этой оперой как с готовым объектом, а как он с ним взаимодействует – вопрос. Ну вот Вагнер, например, предписывал какие-то свои оперы при жизни, не смотря, только в Байройте. Вот мыслите ли вы для себя, например, ситуацию, что какую-то вашу оперу не ставит никто? Или, например, вы готовы к ситуации, когда вас кто-то пригласит в Америку или неважно куда, в Аргентину и скажет, вот мы поставили вашу оперу, приезжайте, посмотрите? Ну, конечно, я готов. У меня вообще специфика есть определенная. Это не только опер касается. Опер в меньшей степени, но вообще музыки. Я себя чувствую как бы мертвым автором по отношению к каждому сочиненному, выпущенному произведению. Потому что мне интересно, как мое сочинение будет жить и живет вне меня, после как бы моего фактического исчезновения. И у композиторов, и вообще у авторов есть такая возможность множественной смерти. в каждом сочинении, для каждого сочинения автор умирает и видит как бы его жизнь после. Но это в опере, почему это невозможно, потому что я сказал про эту адаптативную функцию, когда нужно совместно перестраивать под новые условия. Но если приходит внешний режиссер, так скажем, и работает извне с этим материалом, то мне интересно как раз удалиться и посмотреть, во что я превращаюсь в других руках, конечно. Спасибо большое. Мы, наверное, сейчас перейдем к следующему нашему спикеру. И вот вчера вечером у нас была встреча с Мишелем Пойлсом, которая рассказывала много о том, как сегодня у них живут такие лабораторные и фестивальные проекты в Харлеме, в Нидерландах. И мы как раз обнаружили то, что эти проекты во многом скорее носят такую культурную направленность. Они многие сделаны с привлечением исполнителей-любителей, исполнителей-непрофессионалов. Но в то же время им были противопоставлены проекты, которые в основном до 2011 года очень бурно развивались, которые были связаны именно с авангардом. И вот я бы хотела задать Мишелю вопрос о том, как в каждой из этих ситуаций находится режиссер, как подбирается режиссер и в чем есть разница в специфике их работы в их проектах. Может быть даже так, кому приходится иногда брать на себя роль режиссера? Директор works in contemporary opera or knows from contemporary opera and the second I think is absolutely a need for all directors who take themselves serious because if you don't know what happens in the world in concept thinking and new trends so how can you be sure that you make the right choices in the work you do? Oh yeah. Sorry. Я попробую сейчас перевести все, что Мишель сказал. Во-первых, Мишель сказал, что он согласен с выступлением Дмитрия и что каждый раз это личный выбор режиссера хочет ли он работать в современной оперой или нет и мне кажется, что это, ему кажется, что это правильно. Также он говорит, что режиссер должен быть, если он выбирает работать в современной опере, то он должен быть погружен в эту область, он должен знать, что в ней происходит, он должен быть способным думать в концептуальном залоге и понимать, как эта работа устроена. Дмитрий, который И вопрос работы и выбора режиссера – это очень трудная проблема, потому что я рассказывал про тот опыт, который был у нас, и те проекты, которые были у нас, и я тоже отмечал, что часто бывает, что либретист, композитор и директор находятся, режиссер находятся в конфликтной ситуации, и очень часто это негативно влияет на результат. Я верю, что идеальная ситуация, когда все находятся в гармонии, умеют друг с другом договариваться, потому что это то, что делает проект успешным. Но это как бы мое личное убеждение, это не какая-то унифицированная истина, может быть по-разному. Я могу ожидать, в будущем, что мы будем делать больше и больше времени, чтобы поговорить вместе с директором, и директором, и директором, и пытаться сделать вид на какого-то будет. Первый раз мы сделали это, мы получили очень короткое время, и тогда мы начали работать. И я могу представить, что для меня, как продюсер, каждое время это будет много времени, и может быть, это будет более сложный, чтобы привести людей вместе. И для того, чтобы эта гармония состоялась, мне кажется, что должно быть достаточно времени для того, чтобы режиссер, композитор и либретист могли договориться и найти какой-то общий язык, чтобы понять то, как сложится эта опера, что это будет за проект. И для меня, как для продюсера, это достаточно сложная задача, как сделать так, чтобы эти люди оказались в одной комнате, чтобы это время появилось. Но это никогда не заставит меня перестать делать эти проекты. Мы вчера довольно подробно говорили еще о том, какими конкретно сейчас спектаклями и постановками занимается студия. И я бы хотела попросить сейчас буквально в нескольких предложениях сказать об основных тенденциях. Can you please tell us now about some tendencies or trends in contemporary opera in England? Yes, I already discussed a small part with him. In Holland, we had big cuts in the subsidy in 2011. There were only one and a half year of another kind of government who had very much of a populistic element. It was a small period, but they caused a lot of damage. Да, мы обсуждали с Иваном как раз те процессы, которые происходят у нас в Голландии. И один очень негативный фактор, который повлиял на процессы развития современной опыры у нас в стране, это сокращение бюджетов на финансирование оперных проектов, которое случилось в 2011 году. В первую половину года делались достаточно громкие популистские заявления о том, что денег будет много, а потом финансирование было срезано. And one of the solutions from a lot of small companies and also the bigger companies, also the Dutch National Opera, is the solution of involving amateur singers, non-professional singers, and educational projects and participation. The same is happening in Dimitri's opera. There are 80 non-professional singers in that opera in the Holland Festival. And also a piece from Huber de Graaf, maybe you know her, a new piece, a new premiere. The choir is performed by amateur singers. It's a new trend. It's not, I will not say it's good or bad, but it's simply the way it is at the moment. And that doesn't mean that there are still a lot of possibilities. Sorry. — The trend, which came out of these economic factors, is that theaters, such as small theaters and large companies, such as large companies, such as Dutch National Opera, they started to attract non-professional singers. — Yes, of course. — If you could, it was also mentioned also, that in my opera, in Octavia Trepanace, there was a professional choir. — Yes. — It's a comment, so I wanted to... — But... 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 — ... я представляю народ как профессиональный хор, в общем, мне всегда это кажется странно, поэтому исходя из, так скажем, художественных каких-то запросов, мы решили, что хор должен быть непрофессиональным, потому что качество звука, качество голоса очень специфическое у профессионалов и не у профессионалов, поэтому эта задача стояла исключительно художественная, в таком смысле причина из художественного. Я понимаю, да, это может быть нюанс, но в твоем случае это будет так, но я уверен, что в письме Хуба-де-Граф если бы они были возможность иметь профессиональный хор, это бы был профессиональный хор. Но не всегда это происходит так, иногда действительно действуют экономические факторы, если бы вот те исполнители, которых, те режиссеры, которых я называл, имели бы финансовую возможность пригласить такое количество профессиональных певцов, они бы это сделали. Спасибо большое, Мишель. Я бы теперь хотела передать слово Ивану Гарднеру и попросить его сказать несколько слов о том, какие приоритеты в художественной политике, скажем так, есть у Оперлаб Берлин. И, возвращаясь к тому, с чего мы начали, каким образом строится взаимодействие между всеми авторами спектакля? Я немножко расскажу о том, как возник, собственно, проект Оперлаб Берлин. В 2013 году меня попросили написать короткую оперу для Дойчей оперы в Берлине. В партнерстве с консерваторией Ханса Эйслера. И это партнерство было интересным, потому что у консерватории есть не только проекты, связанные с исполнительством, но и с режиссурой таких опер. И это была потрясающая ситуация, когда я оказался в партнерстве с людьми моего же возраста, которые были так же увлечены оперой, как и я, и мы были на одном уровне и говорили на одном языке. И надо сказать, что это была довольно такая конвенциональная, привычная история. Мне было выдано либретто, я писала музыку для либретто и определенного коллектива певцов. Дальше эта опера ставилась. То есть этот процесс был так же, как это идет сотни лет уже в оперном театре. Я не могу сказать, что это была какая-то блестящая постановка, но я из этого опыта вынес то, что стало миссией нашей лаборатории, то, что я хочу работать с молодыми людьми, максимально креативной атмосфере и ситуации какого-то нового способа мышления и придумывания новой оперы. И понимая мир современной музыки и то, насколько приветствуется в этом мире эксперимент и различное нарушение правил и насколько опера отличается от этого мира, потому что она в какой-то степени больше походит на музей. Я пытался переломить эту ситуацию. И когда мы начинали проект Опер Лаб Берлин, мы не пытались сразу выступить с каким-то перечнем догм или принципов. Принципов мы поставили перед собой задачу и исследовать какие это могут быть принципы. And so, in the past four years, we've produced roughly around 15 different productions. Some of them are quite small chamber operas with very little money. And recently, we've made... Our last production was quite a large production of Maurizio Cagel's Stadstheater, which is arguably the beginning of instrumental music theater with an actual budget and an actual rehearsal time of five weeks. И мы за четыре года поставили примерно 15 оперных спектаклей. И достаточно большая часть из них были небольшие камерные оперы с очень скромным бюджетом. И совсем недавно у нас был такой крупномасштабный проект в штаттеатре, который поощряет эксперименты в музыке и современную музыку. И у нас уже был более-менее приличный бюджет и почти пять недель для репетиции. I mentioned this because the conditions of the work are essential to the work itself. When musicians rehearse, generally speaking, they are rehearsing a piece in which the creative process has been completed. They rehearse a score, they have a week, and they make that piece into a performable finished product. When you rehearse in theater, the rehearsal is the creative project. And you need to teach musicians that there's a difference. And by making the musicians understand what theater can offer and how to excel in theater, you can also teach theater a great deal from the musical process as far as defining the terms of the conceptual exploration. And in this process of cooperation between musicians and musicians and musicians and people of the theater there is a difference that theater can offer and what can be done in the theater from the music and the way they work in the way they used to work. And in this research there are some terms and the reasons and the basis of how this scientific process affect the creative process and the final result. So, for example, the musicians learn how the theater process works and I would argue the number one challenge for modern opera is not the modern music. It's for the composers and the musicians to understand what has changed in modern theater in the last 40 years. And when there is a work with a theatrical form I think that the problem number one of modern opera or in principle of opera is not the modern music but to find the understanding of what has changed in the theater for the last 40 years and how the modern theater exists. So, to briefly summarize some of the interesting directions in theater I think the number one realization is that text is no longer the primary defining function of what becomes theater. Even though the idea of Gesamtwerkkunst from Wagner is very famous and it's over 150 years old the actual realization of a theater that consists of equal parts is a very new idea. And, несмотря на то, что в вагнеровской традиции была история, которая совмещала и что-то диктовала по поводу художественных решений в постановке опер, идея о том, что в театральном, в оперном процессе должно быть сотрудничество и совмещение всех участников этого процесса это достаточно новая идея. So, for example, all elements can completely change your sensory experience. Подключение всех элементов восприятия может кардинально поменять впечатление от театрального спектакля. Is the audience sitting down? Находится ли аудитория в зрительских креслах? Are the performers in the space? Находятся ли исполнители в зрительном зале окружая зрителей? Is the audience moved during the performance? Перемещается ли зритель во время спектакля? Do the performers interact with the audience? Взаимодействуют ли исполнители и певцы с аудиторией? Are the performers playing roles or exploring themselves? Is there a line between movement words or sound all of which have semiological meanings but can also be purely viewed as abstract gestures whether it's an abstract word or a word made abstract through the sound or whether movement is movement for its own sake or the relationship between two performers influencing each other? Как взаимодействуют различные составные части спектакля движения, слова, звук? Становятся ли они абстрактными категориями или закладывается какой-то определенный смысл в каждой из этих частей? Происходит ли движение произнесения слова или какой-то определенный звук ради самого себя или есть какое-то отношенческое взаимодействие и связь в том или ином компоненте или между ними? Я считаю что композитор может интересить и задумать талантливого режиссера если театрическое думание знает эти отношения которые в основном изменят то, что режиссер is staging интересное то, что всегда будет днн из оригинальной идеи и отношения с как действие в Это справедливо то, что говорил Дмитрий, что режиссер может менять какие-то решения, которые заложил в музыке композитор, но все равно остается какая-то сущностная часть ДНК произведения того, что должно происходить по сюжету или в взаимодействии произведения с пространством. И очень важная задача режиссера найти компромисс и художественное решение того, как это должно случиться. И можно смотреть самые разные постановки вагнеровских опер. И я думаю, вы заметите, что поверх основной идеи, заложенной Вагнером, всегда добавляется какая-то еще дополнительная идея, привнесенная режиссером и творческой командой спектакля. Есть такая определенная концептуальная сложность, многокомпонентность, несколько уровней, которые появляются в результате этого взаимодействия. So how can contemporary opera compete when a composer expects the director to make a one-to-one realization of their original idea? И в таком случае можно задать вопрос, как современная опера может конкурировать с подобными мастодонтами, как Вагнер, когда современный композитор хочет, чтобы все, что он написал в музыке, было дословно воспроизведено режиссером. So we very much encourage a composer to think through a concept thoroughly, and of course in parallel with the director. But when the director then adds something that's completely outside of the composer's imagination, that's when I believe we get into a truly fruitful creative process in which a certain amount of artistic conflict creates an energy that is impossible otherwise. And this is essentially why there are, in the tree of life, there are females and males. The male has a certain biological seed, and the female has its own biological relationship. And that forces genetic diversity. И когда я работаю с молодыми композиторами, я прошу их думать о том, какие концепции они закладывают в свою музыку, и быть готовыми к тому, что режиссер добавит что-то, что лежит за пределами воображения и концепции, которые закладывает режиссер. И я верю в то, что вот эти столкновения личности, возможно, конфликтные ситуации, они создают энергию, из которой рождается что-то новое, интересное, что двигает искусство дальше. Это также можно сравнить с жизнью, с взаимоотношениями мужчин и женщин, когда у каждого есть своя энергия, своя часть ДНК, и соединяясь, они рождают новое, обогащая таким образом мир. И чтобы закончить, как и композитор, мою большинство фантазии, что я могу написать писью, что я могу написать в 10 разные разные вещи, с 10 разных режиссерами, 10 разных стажей. Это, для меня, это целью для модерного композитора, это другое, что такое другое, и что такое другое, и что такое другое, и если вы посмотрите, как Шейкспейер, It is 400 years old and still completely relevant Because there are no copyrights on him You can do anything you want And I think that's the challenge Is that you can give all the information there And then let people make it their own That's what all we can really hope for as a composer I have a big dream to write an opera That you can put in 10 different ways 10 different directors And in the end get 10 different performances And for me it is very important to find How an opera can be written so So it is so important to keep it alive In an interesting, interesting, many years Like it is happening with Shakespeare He wrote 400 years ago And his work continues to remain They continue to think They continue to put it Every time they add something new And take the potential, which the author has created Автор И развивая таким образом искусство Спасибо большое, Эван И я бы сейчас хотела передать слово Семену Александровскому И вот в каком, наверное, контексте Мы вот сейчас, по крайней мере, в Москве Да и в общем в России Наблюдаем такую ситуацию Что оперный театр Я не говорю сейчас об электротеатре Пытается как-то устроить Ну, какую-то раскачаться Немножко устроить движуху И приглашает Экспериментировать с приглашением Драматических режиссеров И в общем и целом Здесь до сих пор у нас нету Какого-то однозначно успешного результата Поправьте меня, если я ошибаюсь Но, по-моему, вот Так до сих пор еще не случилось А вот Семен как раз, видимо, Подтверждает тот тезис, о котором Мы сегодня много говорили Об этой совместной работе Работе, когда все с самого начала Включены в процесс, потому что он пришел В постановку оперы Алексея Сумака-Кантас Которая была поставлена в Перми И этот спектакль Во-первых, безуспешно стал успешным Но это стал он очень большим событием И не оставил совершенно никого равнодушным И это то, о чем действительно Как можно говорить о каком-то важном Случившемся, произошедшем событии И вот я бы хотела, чтобы вы как-то О своем опыте работы в этом контексте Может быть, поговорили Спасибо большое за такое лестное представление Я хочу сказать, что Ну, поскольку тема дискуссии Насколько действительно режиссеру Современному нужна опера Я могу так сказать, что Вот наблюдая какие-то процессы Которые происходят в современной Академической музыке Я уже давно обнаружил, что Вернее, не так, скажу по-другому Искусство, оно всегда развивается Наверное, всегда, не хочу обобщать В осмыслении самого себя Как сказал Пятигорский, философия Это в первую очередь мышление о мышлении И искусство, которое Активно рефлексирует на тем Как оно бытует Как жанр, как какое-то направление Что возможно, что невозможно сегодня В данном конкретном искусстве Как его все-таки, несмотря на всю Богатую историю Уже как какую-то закостенелость Жанра, да, вот эти вот границ Которые стали Ну, такими как бы скрепами, что ли Как разбить эти скрепы И как дать какое-то обновление И какой-то свежий воздух И новые идеи И опять как бы вернуться Вот это вот состояние Состояние незнания, что ли Состояние какой-то растерянности И поиска, да, вот этого Открытия новых земель И вот мне кажется, что По крайней мере, несколько лет назад У меня было четкое ощущение Что в современной музыке Эти процессы гораздо более активны Продуктивны, результативны В итоге, чем это происходит В современном театре Поэтому мое внимание Было очень сильно направлено На современные композиторские практики Мне было интересно Какими стратегиями пользуются композиторы И мне это во многом что-то давало Как режиссеру, который практикует В драматическом театре Потому что новое искусство Это в первую очередь новое мышление То есть вот обновляется мышление Обновляется искусство И такое сотрудничество В результате удачно сложившееся С оперой на процессе создания материала Когда я сегодня рассказывал Что когда меня позвали в эту постановку Уже была сгенерирована идея Но не был написан музыкальный материал Не были еще расставлены все части По своим местам И была, в общем, достаточно большая территория Для диалогов В результате которого Еще какие-то идеи менялись В процессе написания музыки И продолжали меняться Когда постановка реализовывалась в театре У меня как бы с одной стороны Была возможность в этот процесс Войти уже что-то почерпнув Из того процесса Которым занимается музыка И применив его на территории Драматического театра То есть как бы переработать В своей голове Какие-то идеи Которыми работают композиторы И реализовать их На территории драматического Или просто спектакулярного искусства И как бы вот таким обратным путем Вернуть их в музыкальную среду И реализовать на территории Уже как бы непосредственно Театра музыкального Мне кажется, что Как бы Ну просто как-то все очень удачно сложилось Я безусловно только за так Ну как сказать Весь мой опыт говорит о том Что самый какой-то органичный Правильный процесс Это коллаборация Это диалог Потому что взять какое-то произведение Написанное драматургом Сто лет назад И интерпретировать его Это путь, через который прошел Театр 20 века И для меня в час Просто для меня Не представляет интереса Мне гораздо интереснее Сработать с контекстом И внутри этого контекста Обнаружить текст для спектакля И вот тут лежит большое различие Мне было очень интересно Как бы вот композитор Митя, допустим Вот ты пишешь оперу Совместно с режиссером И художником То есть у вас возникает Какая-то задумка Совместная В результате которой Получается музыкальный материал Который в принципе Потом может быть отчужден От самой постановки И начать существовать Отдельная жизнь В то время как режиссер Когда он создает текст Совместно с командой В которой может быть Драматург Композитор Хореограф И может быть кто угодно Этот текст Он не может быть отчужден Он может существовать Только вот как бы Вот в этом Вот в этом молекулярном составе Его невозможно передать Его невозможно То есть в результате Этой работы Может возникнуть Какой-то музыкальный И текстовой материал Но я не могу себе Представить ситуацию Где я этот текстовой Или в том числе Музыкальный материал Делегирую И как бы представлю В открытый доступ Для интерпретации То есть это как раз Такая обратная дорога То от чего я иду То есть уйдя От интерпретационного театра Мне сложно представить Как бы что должен Может произойти Следующий виток Когда тот материал Который вопреки Интерпретационному театру Создается как новый Станет поводом Для дальнейших интерпретаций Спасибо большое И я бы хотела Перейти наверное К более Молодым Более молодым режиссерам Вот Сергей Морозов Он самый молодой Я думаю За этим столом И я вижу Несколько его Ровесников в зале И надеюсь Мы сейчас мостик туда Перекинем Вот я бы хотела Вас спросить Насколько Вот и у Вас лично И у ребят Вашего поколения То с кем Вы учились И даже может быть На В процессе учебы В процессе работы В процессе обучения Профессии режиссера Музыкального театра Вообще силен запрос На какое-то современное Оперное сочинение Насколько хочется С этим работать И еще может быть Очень важно Вообще Насколько Там где Вы учились Вас к этому Готовят хотя бы морально Может быть Или не готовят Спасибо большое Я хотел бы Поблагодарить Катю и Наташу За возможность Выступить сегодня Перед Вами Да действительно Это предмет Большого разговора Он касается Прежде всего того Как человек Желающий работать В области музыки В области музыкального театра Находит себе соратников Для поддействия Скажем так И в этом смысле В моем случае Пожалуй Что Опыт входа В музыкальный театр У меня был гораздо Ранее Того периода Когда я начал обучаться То есть Я начинал Сотрудничество С ростовским композитором Антоном Светличным Еще будучи Студентом Медицинского университета То есть Мой поиск Он начинался Как бы Вне сферы Музыкального театра Но при этом Он был очень близок К музыкальному театру Через Собственно Мою тягу К музыке И тягу К работе С Антоном Соответственно Позже Действительно В ГИТИСе Первая работа Это были работы Связанные с Антоном На базе Либридо Которые мы вместе Готовили По сочинениям От Гарапо И соответственно Здесь опять же У меня возникал момент Какого-то импульса Который На самом деле Лежит гораздо глубже Он связан С Случанием Сегодняшнего дня Случанием Сегодняшней ситуации В обществе В мире Во мне самом И соответственно В моих партнерах И В этом смысле Вот этот опыт Сотрудничества С композитором Это всегда опыт Слышания Опыт Как бы Резонанса Сегодняшним днем И это Пожалуй Самое ценное В профессии Режиссера Потому что Все остальное Это Гораздо более Как бы Обытовленные Такие Или ремесленные Что ли Вещи И В этом смысле Мое сотрудничество С Антоном Оно Развивалось Довольно Активно И У меня Я имел удовольствие Работать Над более Большими вещами В частности Над музыкальным Спектаклем Неточка Незваного Который В культурном Центре Зил состоялся И В случае Неточки Источником Либретта Также Был Умерший Автор Вот Но Здесь Важно было Что Работая над текстом Я готовил Прозаические Эпизоды А Валерия Банина Поэтесса Она готовила Соответственно Текст поэтический Мы Всячески Находились в диалоге С Антоном И Несмотря на дистанцию Он В то время Был в Ростове Я в Москве Мы Продолжали Как бы Поиск И В реальности Итоговый материал Он всегда Получался Комбинированным И Разделить Работу Невозможно Она спаяна Действительно Прошита Сквозь Вот этими Творческими Импульсами С трех Сторон В нашем случае Поэтому Для меня Важнейший этап Это как раз Этап Какого-то Слушания Сегодняшнего дня Сегодняшнего мгновения И Еще немаловажный момент Это момент Языка Потому что Сегодня Как бы От композитора Зачастую Идет Язык В котором Существует Спектакль Артисты И даже Режиссер И команда Соответственно Постановочная Поэтому Фактически Вот этот Вокумуляр Музыкальный Композиторский Он Для меня Наиболее ценен В сотрудничестве И Это Огромное счастье Как бы Выращивать проект В Соучастии С другими Творческими Личностями Еще Пару слов Хотел бы Сказать О Важном Для меня Опыте Работы В качестве Исполнителя Перформера В театре Голоса Лагол Под руководством Наталья Пшеничникова Певица Перформера И композитора Здесь У нас Была Очень важная История Связанная С тем Что У меня В лично В моей жизни Это событие Прошлого года Был Очень сильный Контраст Между Конвенциональным Оперным театром Когда я должен Выполнять В общем-то Заведомо Определенные Роли В творческой Профессии И Должен следовать Определенным Схемам И условиям И условия работы С композитором С композиторами В более неформальной Более свободной И творческой Обстановке В режиме Работы Над Созданием Произведений В том числе Для вокального Театра Лагол И Здесь я хочу Как бы Упомянуть Нашу сотрудничество С Кириллом Широковым Который присутствует Здесь в зале И Это был Очень Важный Опыт Соучастия И Со-слушанья Когда Мы становимся Со-свидетелями Или Ну Свидетелями Вместе Некого процесса Вслушивания В тишину И рождения Из этого Произведения Пожалуй Вот Какие-то такие Важные моменты Личностные Отчасти Они Мне помогают И Ранее созданные Сочинения Услышать По-новому Да Спасибо Сереж Наверное Мы Переведем Сейчас Отдадим Один микрофон В зал Если кто-то Хочет сказать И я Хотела бы Повторить Свой вопрос К режиссерам С той проблемой Вообще Насколько Вы в процессе Учебы Вообще Затрагиваете ли Вы вопрос Современного Оперного театра Потому что Вот здесь Сидит Влад Тарнопольский И это была Большая тема Для дискуссии Осенью В рамках Московского форума Когда просто Говорили о том Что Учебные заведения Они Часто Отделены От практики От Вообще Современного От актуального Развития Музыкального Процесса И просто Люди элементарно Не знают Фамилии Живущих Композиторов Не ходят на концерты Но все-таки Ты можешь Любить эту музыку Ты можешь не любить Но мне кажется Что если ты считаешь Себя каким-то Человеком Включенным В актуальный Культурный процесс Ты должен По крайней мере Знать о том Что это существует И вот Пожалуйста Если кто-то Из режиссеров Хочет поделиться Своим Либо опытом Либо Рассказать о том Как вы с этим Сталкиваетесь Или не сталкиваетесь Я была бы Очень благодарна Представляйтесь Пожалуйста Дмитрий Белянушкин Здравствуйте На самом деле Вот Было очень интересно Сюда прийти И я знаю Что это уже Лаборатория идет Несколько дней Но как-то Не получалось Сюда Здесь появиться И у меня У меня тоже Был опыт Работы С современными Композиторами Был Такой проект Опергруппа Это наверное Я тоже Заканчивал Как раз ГИТИС Которую Собственно Заканчивал И Сережа Морозов И многие Кто здесь сидит И Был такой вопрос Который Задает Любой выпускник Куда пойти Что ставить Кому Вообще Мы нужны И Наверное Такой же вопрос Задает композитор Кому я пишу Для кого я пишу Как мне Реализовать То что я написал И Так случилось Что вот Может быть Это момент Везения Что вот Как раз В момент Выпускания Выпуска Из ГИТИСа Получилось так Что Вот появилась Эта лаборатория Где Собственно Молодые режиссеры Имели возможность Поставить Современную оперу Современного Композитора Это было очень интересно Потому что Уже было Сказано О том Что Самая наверное Плодотворная Работа Возникает тогда Когда есть Композитор Режиссер Художник И театр В котором Это можно сделать Потому что Иначе Получается Такой Лебедь Рак и щука Когда Режиссер Может придумать Какой-то Любой спектакль Но если Он не знает Чего хочет Композитор Ныне Живущий То Собственно Получается Какой-то Мутант И наверное Я не хочу Сейчас долго Об этом Говорить Но мне кажется Самая главная Проблема С которой Мы сталкиваемся Это то Что Действительно Молодые Режиссеры Они не знают Композиторов И так же Композиторы Которые пишут Сегодня Они не знают Молодых Режиссеров И мне кажется Наверное Главная задача Как раз Нам познакомиться Друг друга Увидеть Услышать И вот Если Возникнут Какие-то Тандемы Я понимаю Что суть Этой лаборатории Возникновение Тандема Драматурга Либритиста И композитора И если Еще Появляется Режиссер Режиссер Приводит Художника И в итоге Это реализовывается В хорошем Театре Который Поддерживает Это И слава богу Что это Возникало И потихонечку Как-то Продвигается Потому что Действительно У меня Возникало Ощущение Что мы Варимся В каком-то Собственном Соку И не Раздвигаем Границы Вот Режиссеры Они в своей Какой-то Тусовке Композиторы В своей И получается Что Мы живем И Работаем Отдельно Друг от друга Вот Поэтому Хочется Как-то Познакомиться И Вот Как-то Если Это будет Момент Такого Сотворчества Это прекрасно Спасибо Вы знаете На самом деле Это И Является Одной Из Основных Задач Нашей Лаборатории Потому что На самом деле Мы действительно Достаточно Разрозненные Если говорить Про театр Драматический И про театр Музыкальный То между ними Просто Ну я бы сказала Стена Мы живем В разных Мирах Мы ничего Друг от друга Не знаем И сейчас У нас Есть такая Возможность Чтобы познакомиться Понять друг друга Лучше И Конечно На определенном Этапе И Подключить Режиссеров И как-то Уже Дать толчок К чему-то Большему Мне кажется Это очень важно И еще Как раз Я хотела сказать О том Наверное О своем Опыте Когда я впервые Столкнулась С современной Партитурой Я сейчас Говорю Действительно О новой Музыке При том Что я читаю Партитуру Я тоже Училась В ГИТСе И нам Преподавала Замечательная Наталья Евгеньевна Акулова Но Когда я Столкнулась С партитурой Современных Композиторов У меня Возникло Огромное Количество Вопросов На которые Я не знала Даже где Взять Ответы И То есть Для меня Это был просто Набор символов А композитор С которым Я сотрудничала На тот момент Она Живет В Германии И у меня Не было возможности Вот так сесть Там рядом И как-то Получить Какие-то Адекватные Ключи И мне кажется Это тот вопрос Который Возможно Тоже Достоин Внимания Подумать О том Как Ну Коль у нас Действительно Сейчас появляется Такая тенденция И какое-то Внимание К современной Опере Появляется Именно на уровне Может быть Какого-то Процесса Обучения Тоже С режиссерами Вот этот Ликбез Наверное Ну Если так Грубо говоря Проводить Потому что Это необходимо Это точно так же Необходимо Как уметь Работать с артистом Есть Да Еще Желающие Здравствуйте Меня зовут Ася Чащинская Я Оперный Режиссер И У нас Тоже Недавно Был Похожий Проект Мы Презентовали В рамках Дягилевского Фестиваля Проект Брэдбери Опера В рамках Которого Как раз Тоже Молодые Композиторы Молодые Режиссеры Молодые Дирижеры Музыканты Актеры Создавали Одновременно Опера Пишется Прямо Сейчас А ты Ее Ставишь Пытаешься Разбирать А композитор Ее Еще Собирает Внутри Себя И ты Не можешь Ее Услышать И Окинуть Оком Своим Целиком Все Это Произведение Понять Общую Эту Историю И Вы Вместе С Композитором Пытаетесь Проникнуть О чем Этот Спектакль О чем Будет В чем Будет Главная Идея При этом Ты еще До сих пор Не слышишь До конца Как Дирижер Это Сделает Как Все Музыканты Это Исполнят То есть Происходит Буквально Все В воздухе Висит И все Вот Вот Оно Только Здесь Все Влияют Друг На друга В моем Случа Например Взаимодействие С дирижером Вылилось В то Что у меня Дирижер Начал играть В итоге В спектакле Мое Взаимодействие С композитором Там Конечно Были Какие-то Конфликты Когда композитор Мог прибежать Ко мне Сказать Слишком Длинная Пауза У меня Рвется Музыкальная Ткань И мы Решали Как Это Можно Было Исправить Или Как Этот Сложный Музыкальный Текст Могли Исполнить Актеры Потому Что Его Нужно Было Еще Запомнить А Современный Текст Очень Трудно Современную Музыку Не Всегда Легко Уложить В своей Голове И Как Мне Показалось Может Меня Андрей Поправит Если Это Не Так Я И Обратно Хотела Арку Сделать Как Мне Показалось И На Композитора Этот Процесс Тоже Влиял Как Действительно Спектакль Создается И У режиссеров Актеров Мы Сочиняем В процессе Этюды В процессе Репетиции И У нас Могут Возникать Какие-то Вечи Которые Режиссер Раньше Не Придумывал А Придумывает Уже В процессе То же Самое Произошло И у Композитора Потому Что Сочинился Финал Этой Оперы Уже В Рамках Нашего Какого-то Совместного Диалога И По-моему Он был Очень Неожиданный И По-моему Он родился Такой Именно Из-за Того Как Все это Создавалось Из-за Того Какой Был Исполнитель Из-за Того Как Это Все Репетировалось Из-за Каких-то Наших Разговоров И Идей Потому Что Это Было Очень Интересное Решение И Решение Андрея Когда Внутри Современного Музыкального Текста Со времен Звучения Внезапно Появляется Фрагмент Барочной Оперы Какое Совершенно Неожиданное Решение Мне кажется Это Произошло Именно Благодаря Этой Лаборатории Это То Что Я Хотела Рассказать Спасибо Здравствуйте Я Просто Хочу От лица Композиторов Сказать Которым Почему-то Не было Вопросов Но Тем Не Менее Мы Живые Здесь Сидим Я Просто Хочу Подчеркнуть Очень важные Слова Семена И Что Мне Поначалу Дискуссии Немножечко Напрягло Что Такое Есть Отделение Режиссера От Композитора Как будто Режиссер Вторгается Как Некий Чужеродный Элемент И Как-то Переиначивает Произведение В случае Если Композитор Неживой Режиссер Выступает Интерпретатором В случае Если Композитор Вот он Рядом Режиссер Как Правило В 99 Случаях Найти этого Соавтора Она конечно Стоит и перед нами Перед композиторами И перед вами Молодыми режиссерами Найти своего Композитора Но это прежде всего Задача Конкретной Институции Потому что Оперы Создаются По заказу Театра И театр Ж занимается Собственно Формированием Этой группы Другое дело Что вы можете Там как-то По своим Рекомендациям Или по своим Личным предпочтениям Найти Соавтора Но ведь Произведение Создается С ноля И с первых Этапов Идет Сотрудничество Вот Мне не нравится Слово Сотрудничество Коллаборация Нет Полноценный Соавторский Труд И А все Вот эти мелочи По поводу Музыка Затянулась Пауза И так далее Это естественный Творческий процесс Она может затянуться И в музыке Верди И так далее И Ну просто Вот Такие мысли Спасибо Спасибо большое Вы на самом деле Вот буквально На секунду Меня опередили Потому что я хотела Как раз Спросить Композиторов Вообще Бывали ли у вас Такие случаи Вот Не знаю Может у Эльмира был Когда к вам Действительно Как к молодому автору Приходил режиссер Или обращалась Какая-то институция Которая пыталась Вовлечь вас В какой-то Театральный процесс Или Ну как бы Пока у тебя нет Определенного Какого-то Статуса То Ты можешь сидеть Очень долго Ждать у моря погоды Ну действительно Да У меня опыт Такой был И я Вот полностью Согласен с Ильей Что действительно Это Творческий процесс Когда режиссер Тебе буквально Прямо по ходу Репетиции Говорит Что здесь Нужно что-то Прибавить Что здесь Что-то Убавить И это Нормальный Какой-то Момент Такой Я не вижу Совершенно Никакой в этом Проблемы И даже Когда вот Мы Обсуждаем Что Как бы Есть Либретисты Которые Считают Что Там ни слова Нельзя Там Убрать Поправить Еще что-то Но ведь Мы делаем Не либретто Мы делаем Не музыку Мы делаем Спектакль Мы все Работаем На общую идею И естественно Где-то Должны быть Компромиссы Где-то Твои идеи Меняются Где-то Режиссер Подсказывает Тебе Такие моменты Что ты понимаешь Что твоя музыка Начинает звучать Еще даже лучше Чем ты предполагал Такого тоже Очень много И все-таки Одно дело Музыка А другое дело Спектакль Поэтому Вот такой опыт У меня Был Я в своем Опыте Я просто скажу Вот сейчас Например Это формирование Нового Оперы Большой Сейчас планируется Я расскажу Просто этап Некий конкретный Театр Заказывает Оперу И на данном Этапе Меня уже Сводят С режиссерами Причем Я уже С несколькими Встречался Мы разговариваем Я В данном случае Идея Сюжет Исходит От меня Но тем не менее Я уже Готов работать С режиссером По поводу того Как Текст Так скажем Уже Автора Неживого То есть Это по конкретному Написанному Произведению Классическому Тем не менее Я режиссера В данном случае Рассматриваю Как автора Либретта В том числе И вполне Открыт На обсуждение Какой-то Концепции До того Момента Как я начну Писать музыку И мне кажется Это нормальный Естественный Процесс В случае Новой оперы Когда вы Еще До Первых Своих Нот В принципе Всю концепцию Подсобрали А в процессе Уже Возможно Какие-то Изменения Вы знаете Если пока Каких-то экстренных Вопросов Нет Я бы хотела К тем Кто Сидит Вот у нас Здесь Хотела бы Обратиться Вот еще С каким вопросом Потому что Я на самом деле Все эти дни Очень переживаю За наших Драматургов И сегодня Стала переживать Еще сильнее Потому что Мне кажется Некоторые Или время от времени Просто находится В некоторой Растерянности Потому что Мы все время Сталкиваемся С ситуацией Что либо артистом Выступает Либо композитор Либо режиссер Либо какая-то Группа Товарищей Композитора Или режиссера И так далее И просто Звучали И мелькали Такие мысли А мы вообще-то Нужны Или как И вот я хочу Чтобы вот Те кто Здесь присутствует Ответили бы На этот вопрос А драматурги Вам вообще нужны Ну опять-таки Ответ простой Я уже говорил Это очень индивидуально Кому-то нужны Кому-то не нужны Это действительно Должна быть Общая воля Единая Какая-то Потребность Друг в друге Для того Чтобы совместно Что-то Сознать Без этой потребности Конечно Ни тот Ни другому не нужен Ни другой Никому не нужен То есть Здесь однозначно Если нет Совместного Вот этого Мыслительного Какого-то Зерна Общего То Ну Хотя тоже Может быть Что-то и получится В общем Насколько это нужно Да Как получается Я Не только Применима К музыкальному Театру Я в принципе Как бы Все есть музыка Потому что Любая фактура Развивается Во времени И Кажется Любимов говорил Режиссер Не может Не быть Композитором Он может Не знать Что он Композитор Не осознавать Этого Но он Не может Им не быть Вот Поэтому Как бы Я в какой-то Мере Прошу прощения Но как-то Все равно Осмысляю Там Что бы я ни делал Что я занимаюсь Музыкой Вот И для меня Работа с драматургом Это Ну В 80 Наверное Процентов Случаях Это обязательный Процесс Да Потому что Генерируется Какая-то идея Мы вместе с драматургом Эту идею Начинаем обсуждать И разрабатывать И только тогда Возникает Какой-то Материал Причем Он может Возникнуть Не на базе Какого-то Жившего Писателя Да Это может быть Просто Идея Сформированная Из контекста И для этого Мне всегда Нужен драматург Как соавтор Это очень Как бы Ну Мне Правильный И я Наверное Счастливый человек У меня есть Несколько Драматургов С которыми Я Плодотворно Работаю А есть Один Маленький Опыт Заказа Музыкального Короткого Произведения У меня Была постановка В театре Юных зрителей В Петербурге Там есть такое Экспериментальное Пространство Малой сцены И мы Значит Тоже Разрабатывали Материал Но это был случай Когда вместе С артистами Это делали Без драматурга Мы придумывали Спектакль Про наше детство Из документов И артефактов Из детства Участников спектакля И когда у нас Появились Детские музыкальные Инструменты Разного качества И тетрадки С прописями Я понял Что для этого Надо писать музыку И тогда Позвал в проект Настю Хрущеву Которая написала Ораторию По детским прописям Школьным И реквием Для детских Музыкальных инструментов И это Наверное Для меня Одни из самых Важных моментов Спектакля Там просто звучит Музыка Которую исполняют Сами артисты Она была Написана С расчетом На то Чтобы ее Могли исполнять Артисты Участники спектакля Не музыканты Но это Потому что С созданием Атмосфера С безопасности Для зрителей И поэтому Мы имеем Тасты Но мы Также Сынки Как Смело И И я хочу Добавить К той мысли Которую Сказал Семен Что режиссер Это Также Всегда Композитор И Мы работаем Не только Со звуком Но и С другими Органами Чувств Со вкусом С запахами С Обонянием И осязанием Когда можно Что-то трогать И Здесь Очень Важно Какие Смыслы Мы закладываем В эту работу Как мы Подключаем Эти чувства Для того Чтобы Создать Атмосферу И для того Чтобы Получился Тот Художественный Результат К которому Мы стремимся И В этом Смысле У композитора Тоже Есть Возможность Вторгаться В пространство Режиссера Потому Потому Что Всегда Когда Происходит Исполнение Музыки Это Сопровождается Конкретным Физическим Действием На сцене Которое Так же Можно Использовать И В последние 20-30 лет Все более популярным Становится Использование Различных Шумовых Объектов На сцене И включение Как в звуковую Так и в действенную Партитуру Спектакля И Если Например Я Как исполнитель Исполнив Ноту Встаю И Сажусь Обратно То Это Физическое Действие Можно Увидеть Можно Заметить И Оно Может Приобрести Какой-то Смысл Если Это Требуется Для Художественного Результата То И если я как композитор передаю режиссеру партитуру и говорю, что вот в этом месте при исполнении этой ноты исполнитель должен встать, режиссер может согласиться или не согласиться. И вопрос не в том, насколько точно воспроизводится партитура, а вопрос в том, что режиссер делает перевод, который может дополнять или проявлять те смыслы, которые заложены в нее композитором. И я всегда шучу с моим партнером-режиссером в нашей лаборатории, что если я пишу что-то в части партитуры, то это то, к чему он должен так или иначе отнестись. И он это может сделать любым способом. То есть я ему даю определенную канву, основу, с которой он может стартовать, от которой он может оттолкнуться. Он может работать со светом, со звуком, с цветом, с вкусом, с чем-либо еще, дополняя и проявляя какие-то важные смыслы. Спасибо большое. Я бы еще хотела, чтобы несколько слов сказал Влад Торнопольский, куратор целого ряда культурных и образовательных проектов. Спасибо. Дело в том, что если говорить о каких-то тенденциях в современной опере мировых, то одна из тенденций, как мне кажется, здесь локутирован перформативный поворот. И то, что сейчас происходит последние 2-3 года, можно характеризовать как перформативный переворот. Да, это касается нескольких крупных явлений, в общем-то, не только в музыке. Ну, например, здесь, например, это то, что на фестивале Виннерфа Стохан сейчас сменилась полностью команда, и там резко уменьшается число спектаклей в классическом понимании, спектаклей в экспериментальном понимании, и увеличивается количество перформансов. То же самое происходит в театре Шаубюна, куда пришел бывший директор Тейп Модерн, который снимает все спектакли Кастерфа, и теперь там будут в основном эти перформативные кит-практики. И тот же самый процесс происходит и в музыкальном театре, в частности, на самом крупном фестивале Сорене-Опера, на котором все новые сочинения именно заказываются композиторам, то есть фестиваль новых сочинений, это Мюнхенская Биеннале. Там тоже произошел такого же рода перформативный переворот, там сейчас, с прошлого года, там два новых куратора, это Даниэль Отт и Манус Сангарис. И, в общем-то, большая часть спектаклей, действительно, они очень сильно отличаются и от традиционной оперы, само собой разумеется, и от того, что мы привыкли понимать под современной оперой. И вот насчет министической иерархии, там даже в буклете там очень интересно отражены какие-то вещи, то есть как бы все авторы спектакля, они указаны в том порядке, который отражает какую-то их реальную, ну как бы такую долю вкладываться в спектакль. И далеко не всегда композитор указан на первом месте, вот это интересно, при том, что это фестиваль музыкального театра. То есть может быть первый автор идеи и режиссер, может быть первый драматург, то есть могут быть самые разные люди, профессии указаны первым номером, а композитор второй и третий, или даже в одном случае композитор четвертый оказался, по степени значимости в этом театре. И, кстати говоря, вся немецкая критика, не вся, но там, которая я сталкивалась, она достаточно негативная, потому что возникает вопрос, это хорошие спектакли, но почему это показано не на фестивале драматического театра, или постдраматического театра, а почему такие спектакли идут именно на фестиваль нового музыкального театра. Хотя, опять-таки, один из самых лучших, кто их там был, там композитор был на четвертом месте, просто, на мой взгляд, это был вообще не музыкальный спектакль. И я не знаю, если сейчас, вот Наташа сказала, что у драматургов есть некая такая зона дискомфорта, в силу такой непривычки работы с композиторами, может быть, если кому-то это будет близко, стоит обычный драматург, если я правильно представляю себя, как музыковед, драматург, все-таки он, как бы, либо это за это детей, либо первый человек, который работает, там, до композитора, до режиссера, может быть, попробовать, как бы, в каком смысле стать в тень и довериться композитору, потому что все-таки опера, и это именно специфический музыкальный жанр, потому что, ну, не знаю, есть понятие специфичности, мне кажется, оно просто очень важно, есть понятие сайт-специфик, которое связано с местом, с местом, есть понятие специфика каких-то там социальных, политических условий, ну, понятно, да, это как бы определенная тема, и есть еще такая вещь, как специфика жанра, и специфика жанра, именно жанра оперы, она подразумевает то, что все-таки какие-то музыкальные идеи, звуковые идеи, акустические, они лежат в основе, да, это тоже такая тенденция есть, да, это там у Бэта Фурора, Фами, например, да, где есть какой-то такой внешний сюжет, да, но он абсолютно внешний, а главный сюжет это акустический, который там происходит, вот, и может быть интересно поработать именно с такой, как бы музыкальной спецификой оперы, чтобы опера, она отличалась от других жанров постдраматического театра, где в большинстве тоже есть, конечно, музыка, вот, так что, наверное, спасибо. Да, вот это очень важные, мне кажется, тоже слова, и мы так или иначе возвращаемся на протяжении всех этих дней, если не вербально, то вообще к мысли о том, что такое самая идентичность этого жанра оперного, и об этом мы еще будем, я думаю, очень много и долго говорить, но нам нужно заканчивать наш разговор, во-первых, большое спасибо всем по обе стороны от этого стола, спасибо вам большое, мы... АПЛОДИСМЕНТЫ И если не случится каких-то революций или еще чего-нибудь такого, мы вас ждем 11 и 12 октября на малой сцене театра Станиславского и Немировича Данченко, где вы сможете увидеть результат нашей работы, и обязательно, наши лаборатории, обязательно будут какие-то еще дискуссии, какие-то обсуждения, мы обязательно обо всем этом еще поговорим, так что надеюсь, что надолго не прощаемся. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok